Здравствуйте, уважаемые коллеги! Очень рада приветствовать вас. Я с вами общаюсь в этом году первый раз. Поэтому поздравляю вас с наступившими всеми праздниками и, конечно, желаю, чтобы весь этот год у вас был достаточно успешным. Мы сегодня с коллегой начинаем целый цикл вебинаров. У нас запланированы 4 вторника подряд. Два на платформе издательства «Просвещение», два на платформе издательского дома 1 сентября. И вот сегодня у нас первый вебинар из этого цикла. «Подготовка к итоговым и текущим аттестациям по алгебре в основной школе». И поэтому мы выбрали такие самые злободневные темы, которые есть в ОГЭ, и поэтому постарались рассмотреть, а как можно по нашим учебникам подготовиться к этим экзаменам. Я буду начинать вебинары. Я чуть-чуть познакомлю вас с теми учебниками, о которых мне хотелось бы вам рассказать. И потом приступит второй лектор Алексеева Елена Евгеньевна. Она уже расскажет внутри учебников, что там есть такого интересного в данной теме. Итак, сегодня мы с вами знакомимся. Я думаю, что это, конечно, условно мы знакомимся. Я думаю, многим хорошо знаком учебник Макарычева по алгебре для 7-9 классов. Учебник очень давно уже есть в школе. Но есть еще одна линейка, о которой мне вам тоже хотелось бы немножко рассказать. Ну, это буквально на этом слайде. Просто немножечко напомнить, что я прекрасно понимаю, какая большая нагрузка сейчас лежит на учителях. То есть вот сейчас вы видите на экране все виды аттестаций, которые есть. И я думаю, они вам все прекрасно знакомы, и вы все в них, наверное, уже участвовали. То есть это итоговые аттестации, всероссийские проведущие работы, и исследования качества образования, и международные исследования. Ну, и вот с 2019 года появилась у нас общероссийская оценка по модели ПИЗа. То есть все это ваши будни, и, конечно же, мы хотим вам помочь в том, чтобы ваши дети показали на всех этих исследованиях хорошие результаты. Итак, мы сегодня с вами работаем с учебником. Большой авторский коллектив. Вы сейчас их всех видите на экране. И еще раз хочу сказать, что учебник уже имеет большую историю. То есть он проверенный, он опробированный. Но я сегодня вам расскажу. Он был доработан в соответствии с новыми требованиями стандарта и с новой программой. Но, тем не менее. Итак, учебники, линия 7, 8, 9 класса по алгебре включена. Федеральный перечень учебников, который был подписан 28 декабря 2018 года. Учебник позволяет работать и 3 часа в неделю, и 4 часа в неделю. И помогает достигнуть всех результатов, которые обозначены и в стандарте, и в программе. Я хочу сказать, что я сама очень долго работала по этому учебнику, но вот в то время не было такого широкого состава ОМК. Вот сейчас вы на экране видите очень большой, объемный состав учебно-методического комплекта. Конечно же, все это сделано для того, чтобы учителя не было необходимости искать где-то дополнительную литературу, не связанную с этим авторским коллективом. Итак, давайте посмотрим. Учебник обязательно, бумажный. Есть рабочие программы, сборник рабочих программ. Хочу обратить ваше внимание, что в 2019 году программы все перерабатывались, и у них новая обложка. Сейчас здесь только программы учебников нашего издательства. В прошлые годы были учебники, программы были к учебникам и других издательств, но очень популярных. Следующая вот справа, вы видите на экране страничку, где можно приобрести у нас в интернет-магазине электронную форму учебников. Очень интересная структура, очень интересное издание, такое многослойное издание учебника, бумажный, в нем внутри есть, но кроме этого тоже очень много различных материалов. Дальше, дидактические материалы, тематические тесты, методическое пособие. Оно выложено в свободном доступе на сайте. Книга по урочных разработкам называется «Уроки алгебры». Рабочие тетради к каждому классу в двух частях. Есть книги «Дополнительные главы к учебникам». Ну и вот справа внизу, вы на экране можете видеть электронные приложения. Очень интересная вещь, про все это я сегодня очень коротко немножечко расскажу. Итак, посмотрите, какой большой состав УМК. Вот все, что я сейчас перечислила, вы сейчас можете видеть обложки на экране. Электронная форма учебника и электронные приложения были на предыдущем слайде. Все бумажные книги вы сейчас видите. То есть вот в наше время такого широкого, конечно, не было. У нас, понятно, были дидактические материалы. Все остальное мы где-то пытались искать. Ну и методические рекомендации они тоже есть. Дополнительные главы есть для 8-9 класса. И они как бы выпущены достаточно давно. Итак, что же было сделано и доработано? Итак, перед каждой главой учебника были добавлены небольшие вводные тексты. Потому что одним из требований стандарта предусмотрена мотивация ученика к изучению данной темы. Поэтому вот эти введения, они как раз преследуют именно эту цель. Дальше усилена прикладная направленность. И мы с вами понимаем, что сейчас есть исследования, есть экзамены, в которых именно решаются практические задачи. Поэтому такие задачи были добавлены. Больше внимания теперь уделяется графикам реальных зависимостей. Увеличено количество задач на работу с формулами, на проценты. Добавлены задачи на смеси и сплавы. То есть это теперь в достаточном количестве для отработки всех этих навыков. Усилено внимание к развивающей функции обучения. Расширено количество задач, которые требуют специальных приемов решений и особого подхода к решению этих задач. Еще очень важно появились новые виды задач. Это задачи для работы в парах и задачи исследования. Ну и в конце учебников, как и требуется по требованиям к учебникам, входящим в федеральную перечень учебников, есть список дополнительной литературы. Ну и вот посмотрите, я специально решила вам показать, как это выглядит. То есть не надо выискивать, что это за задачи, какие они предусмотрены для парной, групповой работы, какие задачи исследованы. То есть около номера стоит пометочка. То есть прямо написано для работы в парах или задачи исследования. И если всмотреться, ну как мы раньше говорили, вот задачи исследования – это задачи со звездочкой, то есть которая требует усиленной работы ученика. Их можно давать работать дома, можно организовать работы в классе. Все будет зависеть от того, какие возможности у вашего класса. Структура учебника традиционная. Есть главы, есть параграфы. И вот я уже говорила, что в каждой главе добавлено введение. В конце параграфа, естественно, контрольные вопросы и задачи. Упражнения для повторения. Упражнения для повторения есть в очень многих учебниках. Здесь идет такая сплошная линия повторения всего материала, который изучался и в пятом, шестом классе, и тот, который уже изучается в этом классе. А в восьмом, девятом и повторение идет к тому материалу, который изучался в седьмом. В конце глав есть обязательно дополнительные упражнения, потому что если вам необходимо проводить повторения перед контрольной работой, то, конечно же, вам потребуются дополнительные задания, потому что чаще всего мы успеваем прорешать те упражнения, которые даны в самом параграфе. Ну и, конечно же, для развития детей, которым очень интересна математика. Есть раздел для тех, кто хочет знать больше. И именно этот материал выходит за рамки обычной школьной программы, и поэтому и четыре часа алгебры, и пять можно вести под этим учебником. Также, что теперь у нас добавлено, это исторические сведения. Это они, раньше я вспоминаю, были только портреты ученых. Сейчас есть информация про этих ученых. Мне еще очень понравился такой раздел, как исторические задачи. То есть около некоторых задач прямо написано, что чья это задача. То есть ей присвоено имя ученого, который прославился решением этой задачи. Ну и также происходит, есть задачи, информация и портреты, естественно, ученых. Они с фамилией, с годами жизни, они обязательно присутствуют. Что опять очень хорошо. Например, когда начинают изучать в седьмом классе алгебру, в седьмом классе размещен раздел «Сведения из курса математики 5-6». В восьмом классе «Сведения из курса 7-го». В девятом материалы из седьмого-восьмого класса. То есть если учебника нету, то всегда можно посмотреть, что основное изучалось в предыдущие годы. Также хороший раздел – это задачи повышенной сложности. Как раз к решению второй части экзамена, к более сложным заданиям. Здесь, конечно, материал присутствует. Ну и в конце учебника девятого класса есть специальный раздел «Упражнения для повторения всего курса седьмого-девятого класса». Именно его можно использовать для подготовки к итоговой аттестации. Ну вот мне просто вам хотелось показать, что действительно эти разделы есть. Они вот в такой цветовой гамме. Задача повышенной трудности, упражнения для повторения всего курса седьмого-девятого класса. И вот, например, такие исторические сведения. Вот это вот мы сейчас с вами справа видим. Это прям целый раздел. А есть к параграфам. То есть внутри параграфа присутствуют также исторические сведения. Ну и вот отдельно хотелось бы буквально несколько слов сказать об электронном приложении. Я обращаю внимание, оно в свободном доступе выложено на сайте издательства. Я сегодня покажу страничку на сайте издательства, где вообще можно найти информацию про эти учебники. Именно там же можно скачать это приложение, установить его на свой компьютер и использовать эти возможности. Это, конечно, возможности очень большие. То есть посмотрите, открывается это вот слева вверху мы с вами видим это оглавление учебника. И соответствующие ему идут названия параграфов, пункты, которые в нем есть. Ну а внизу мы видим, это уже видно, какие есть материалы к каждому из этих пунктов содержания. То есть и тренажеры, и анимации, и какие-то интерактивные моменты, исторические сведения. Ну и вот справа я вам как раз показываю, то есть вот здесь прикладывается информация про исторически известных личностей. А внизу первые счетные машинки. Я думаю, детям будет очень даже интересно увидеть вот такие иллюстрации. Ну и еще хочется отметить, что вот опять же этим федеральным перечнем 2018 года только у нас вошли новые совершенно учебники. авторский коллектив под руководством, опять же, Макарычева, но здесь есть немножечко другие фамилии. Ну и вот, например, вчера проходил вебинар офиактиста Илья Евгеньевича, который входит в этот авторский коллектив. И он вчера рассказывал о том, как готовить детей ко второй части экзамена в девятом классе. Потому что вот эти учебники, седьмой, восьмой, девятый класс, они опять же уже проверены годами. Раньше они выпускались в другом издательстве, а вот теперь они вошли в федеральную перечень от нашего издательства. И вот все, что есть в этих учебниках, вполне хватает на то, чтобы ребенок сдал на хорошую оценку. Ну и справа мы с вами видим задачник, также может быть используя дополнительные главы. Потому что дополнительные главы, они как раз расширяют то, что есть в обычной программе. То есть это программа уже для классов с углубленным изучением. Понятно, что, опять же, учебники были доработаны, они не могут выпускаться в том виде, в котором они выпускались в другом издательстве. Поэтому здесь добавлены определенные задания, переработаны задания. И добавлено вот также историко-культурная линия, стахастическая и усиленная теоретика, множественная линия. Итак, что, то есть вот сам Илья Евгеньевич, он дорабатывал, перерабатывал эти учебники. И что вот он отметил в своем одном из своих вебинаров, он сказал. Итак, естественно, учителя, когда работают с этими учебниками, они видят, какие-то бывают опечатки. Вот все, что было накоплено за предыдущие годы, вот сюда было все внесено. Какие-то были опечатки в текстах, какие-то в упражнениях. Были заменены задания репродуктивного характера на творческие задания. Добавлены развивающие задания. И весь материал, который должен быть в соответствии с программой к углубленному изучению, здесь весь был добавлен. Итак, были добавлены задания по статистике, комбинаторике, теории вероятности, задания, содержащие переменную под знаком модуля, степени с буквенными показателями, простейшие показательные уравнения, задания с параметрами. Раньше, конечно же, их не было в наших учебниках. Хорошо, они теперь прямо здесь присутствуют. Преобразование графиков, кусочно заданные функции, олимпиадные задачи, математические фокусы, софизм, исторические задачи и задания для подготовки к итоговой аттестации. То есть, поэтому вот теперь учебники переработаны, и по ним можно очень хорошо готовиться ко всем экзаменам. Ну и, конечно же, эти учебники допускают, что по ним можно работать и в общеобразовательном классе. Ну, просто, наверное, какая-то часть заданий может быть пропущена. Потому что здесь задания идут разных уровней сложности, задания для повторения, задания с проблемной постановкой вопросов. И, конечно, вот когда Илья Евгеньевич выступал, он говорил, что учебники от стандартных учебников, от которых я вначале говорила, отличаются набором задач. Например, седьмой класс тематически, он очень похож на тот, о котором я говорила вначале. А вот когда вы будете смотреть набор упражнений к этим параграфам, к этим темам, вы увидите разницу, сколько здесь добавлено было нестандартных задач. Вот он в 2019 году, Илья Евгеньевич, также прочитал несколько вебинаров. Все они размещены на сайте издательства. Вы можете спокойно посмотреть запись любого из этих вебинаров. Я думаю, вы найдете для себя очень интересный материал. Ну вот теперь хотелось бы показать на сайте, где надо что-то найти. Хочу обратить внимание, что в 2019 году у нас произошли небольшие изменения на сайте. И теперь к математике относятся две страницы. Вот я сейчас подчеркнула страницу, касаемая математика и алгебра. А отдельно есть еще страница, посвященная геометрии. Вот я нажала то, что вы сейчас видите слева, почернуто красным. И я попадаю на правую страничку на нашем экране. То есть все ОМК по математике нашего издательства. Здесь можно посмотреть их все. У меня, естественно, они все здесь на страничке не убрались. И вы видите, что в нижней из этих строчек мы видим как раз учебники Макарычева и общего уровня и углубленного уровня. Если я нажала на стандартный учебник, мы видим страничку, которая расположена слева внизу. И хочу обратить внимание, что методические рекомендации планирования размещены в свободном доступе. Вот я зашла на страничку «Методическая помощь». И вот здесь, пожалуйста, вы нажимаете, и можно скачать все эти материалы. Единственное, вы должны быть зарегистрированы на сайте издательства. И, пожалуйста, все эти материалы и электронные приложения, и методические рекомендации – все будут для вас. Пожалуйста, берите и работайте, чтобы вам было легче. Ну и хотелось бы еще немножечко в конце сказать, что у нас появились в 2019 году новые учебники. Например, думаю, фамилия ЗИФ вам известна. Новый, вот теперь у нас задачник отдельно по планиметрии. Раньше у нас был с 7 по 11, сейчас у нас с 7 и 9 обновленный переработанный учебник. Праслов учебники задачи по геометрии повышенной сложности для второй части экзаменов. Причем, я бы сказала, и в 9, и в 11 классе. Мы помним, что задачи по планиметрии есть и в 11, и они достаточно сложные. Ну и вот буквально уже в конце 2019 года вышли три совершенно новых задачника. Это авторский коллектив под руководством Ященко. Это у нас универсальные многоуровневые сборники задач по алгебре, по геометрии и статистико-комбинаторикой теории вероятности. Ну и, конечно же, когда вы будете готовить ребят к ОГЭ и ЕГЭ, вот вы сейчас видите обложки всех этих книжечек. Ну и хочу обратить внимание, что 2020 годом вышли уже книжечки 15 вариантов ОГЭ и 15 вариантов ЕГЭ. Мы их с вами видим. Опять же, летом 2019 года вышли книжечки задачи с параметрами подготовка к ЕГЭ и задачи с экономическим содержанием. То есть все это можно спокойно приобрести. Ну и вот сайт нашего интернет-магазина. Вот как раз сейчас свежая картиночка. То есть «Издая экзамена, она отлично». Здесь можно все посмотреть про все книжечки. Вот я справа вверху разместила картинку. Это если продвинуться по сайту магазина чуть ниже, вы можете выбрать, что вас интересует. И для родителей, и для педагогов, и для школьников. Ну и я выбрала, когда авторский коллектив Макарычева, я выбрала издательство, выбрала классы. И вот, пожалуйста, показывать все учебники, все пособия, которые есть и которые можно, конечно, приобрести. Ну и промокоды для покупки, конечно же, я думаю, вот совсем не лишние. Ну и в завершении моей части выступления я бы хотела сказать, что вот я выбрала из данной нашей теми, теми нашего винара «Умение решать уравнение в курсе алгебры». Я выбрала материал, который есть в учебниках 7, 8, 9 классов. Вот это обычные учебники, те, которые были у нас давно. Но это для всех ребят. И вы видите, что этим темам посвящены целые главы, и это достаточно большой материал. И точно так же я подобрала материал, посмотрела, который есть в учебниках углубленного изучения, также в 7, 8, 9 классе. Поэтому сейчас следующий лектор Алексеева Елена Евгеньевна продолжит уже свое выступление о том, как можно готовить ребят именно по этим учебникам. Если у вас какие-то будут вопросы по моей части выступления, пожалуйста, пишите, есть в чате раздел «Вопросы», я с удовольствием на эти вопросы отвечу. А сейчас я передаю слово Елене Евгеньевне. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Мы продолжаем наш вебинар «Подготовка к итоговым и текущим аттестациям по алгебре в основной школе». И сегодня мы с вами обратим внимание на формирование умений решения уравнений в курсе алгебры. Я представляю весь цикл вебинаров по математике и представляю модуль алгебра. И мы с вами обратим внимание на цикл, состоящий из четырех вебинаров. Обращу ваше внимание на то, что два вебинара будут посвящены формированию умений решения уравнений и два вебинара – формированию умений выполнения заданий функциональной линии в курсе алгебры. Почему были выбраны именно эти два направления, мы отметим с вами, когда будем рассматривать некоторые вопросы в рамках вот этого вебинара. Посмотрите, пожалуйста, вопросы, которыми мы будем сегодня освещать. Это требования к результатам освоения содержательной линии уравнений в седьмых-девятых классах, модуль алгебра в основном государственном экзамене по математике, результаты выполнения заданий, отраженные в результатах ОГЭ по математике, как содержательная линия уравнения, представленная в учебно-методических комплектах по алгебре для седьмых-девятых классов авторского коллектива под руководством Макарычева, и примеры решения заданий государственной итоговой аттестации по математике, связанных с содержательной линией уравнения. Существуют противоречия между требованиями к предметным и метапредметным результатам освоения математики, которые отражены в федеральных государственных образовательных стандартах и в примерных основных образовательных программах, это и основного, и среднего общего образования. И это связано с тем, что наше реальное состояние математического, в частности алгебраического образования, отражено в результатах основного государственного экзамена и единого государственного экзамена. Вот на этом слайде представлена классификация уравнений, которые наши учащиеся изучают в школе, и на уровне основной школы, то есть седьмой и девятый класс, и на уровне десятого и одиннадцатого класса. На ступеньке, значит, седьмого и девятого класса мы с вами изучаем рациональные уравнения, которые представлены дробными и целыми уравнениями, и иррациональные уравнения. Какие же выдвигаются требования в примерных основных образовательных программах? Эти требования отражены, еще раз повторяю, в примерных программах, и выделены личностные, метапредметные и предметные результаты. Метапредметные и предметные результаты подлежат итоговой оценке, а в метапредметные результаты уже входит формирование универсальных учебных действий. Если мы с вами посмотрим, как результаты, именно предметные результаты, представленные в рамках примерно основной образовательной программы, то можно выделить три уровня. Это ученик научится, ученик получит возможность научиться, при этом на уровне ученик научится выделено два уровня, на которых используется, на первом уровне используется задание базового уровня, и успешное освоение, сформированность умений решения таких заданий позволяет продолжить обучение на базовом уровне. На следующем уровне ученик научится, когда используется задание повышенного уровня сложности, и если учащиеся успешно выполняют такие задания, то они успешно продолжают обучение на базовом и повышенных уровнях, и это обеспечивает им переход на следующий уровень. А на уровне уже ученик получит возможность научиться, используется задание более высокого уровня, углубленного уровня, и продолжается обучение на высоком уровне, и тем самым обеспечивается у наших учащихся переход на следующую ступень образования. Если мы с вами посмотрим и проанализируем познавательные действия, которые входят в метапредметные результаты обучения математики, и выделим те результаты, те действия, которые соответствуют содержательной линии уравнения, мне бы хотелось особое внимание обратить, ваше внимание обратить на логические действия. Посмотрите, какие умения должны быть сформированы у наших учащихся. Это и определять виды уравнения, проводить сравнение уравнений, устанавливать аналогии, анализировать объекты для выделения свойств и признаков объектов, классифицировать уравнения, устанавливать причинно-следственные связи, устанавливать отношения между понятиями и делать выводы. Как обычно наши учащиеся начинают приступать к решению уравнений? Они чаще всего очень быстро начинают именно решать уравнение, не определяя его вид, не фиксируя этот вид, а, следовательно, у них начинают возникать проблемы именно с тем ходом решения конкретного какого-то уравнения. Если мы с вами посмотрим, как представлен модуль алгебры в основном государственном экзамене, то мы видим с вами, что алгебраические задания представлены в двух частях – это первая часть и вторая часть. При этом в первой части представлены уравнения базового уровня. Мы с вами знаем, что в этом году происходит изменение с точки зрения содержания основного государственного экзамена, но все равно задание с первого по пятнадцатый – это задание, которое относится к модулю алгебра. Во второй части можно выделить три задания – это двадцать первое, двадцать второе и двадцать третье. И эти задания, с одной стороны, можно сказать, что в явном виде не относятся к заданиям, которые мы сейчас будем с вами рассматривать, то есть в явном виде не относятся к содержательной линии уравнения, но в то же время мы с вами отметим такие особенности. Значит, в первой части задание номер 9 – это в явном виде дано уравнение. В тринадцатом задании нужно преобразовать математическое выражение, но если мы не умеем преобразовывать здесь, следовательно, мы и не сможем с вами решить уравнение, хотя в первой части дано достаточно простое уравнение. И пятнадцатое задание – это неравенство и их системы. И мы знаем с вами, что решение неравенств напрямую у нас с вами связано с решением уравнений. Во второй части, двадцать первое задание – это представлено уравнение или неравенство. Двадцать вторая задача – это текстовая задача, при решении которой нужно составить математическую модель. А мы с вами знаем, что математическая модель может быть представлена уравнением или системой уравнений, системой неравенств. И тогда у нас получается, что двадцать вторая задача, двадцать второе задание тесно связано с темой уравнения. И двадцать третье задание – это представлена аналитическая модель функции. Нам нужно преобразовать аналитическую модель, а следовательно, умение преобразовывать эту модель у нас связано с вами с линией уравнения. Вот поэтому и отметили такие вот нюансы, которые можно выделить. Какие у нас с вами результаты показывают наши учащиеся при решении модуля алгебры именно с точки зрения содержательной линии уравнения? На слайде представлены примеры уравнений. Если мы с вами проанализируем и посмотрим, то вот номер девятый – решите уравнение. Если уравнение имеет более одного корня, то в ответ запишите – больше или меньше из корней. Какие традиционные ошибки наши учащиеся выполняют, несмотря на то, что у нас достаточно высокий процент выполнения этого задания? Не могут преобразовать уравнения. Это часто связано именно с определением вида уравнения. Выполняют арифметические ошибки, допускают. А следовательно, и могут получить не то значение корня. Это с одной стороны. А с другой стороны, получив, например, более одного корня, не могут отобрать тот корень, который будет удовлетворять тем условиям, которые сказаны в задаче. Номер тринадцатый. Найдите значение выражения. Конечно, я подобрала так, по возрастающей уровне сложности, и мы с вами в явном виде можем наблюдать, что у нас это задание связано с нашими уравнениями. Ну и задание номер пятнадцать. Решите или укажите решение неравенства или системы неравенств, или системы уравнений. Вторая наша часть, задание номер двадцать первое, двадцать второе и двадцать третье. Двадцать первое задание – это решите уравнение, решите неравенства или решите систему уравнений. И как видим мы с вами, что уже процент выполнения этого задания намного ниже, практически в четыре раза ниже по сравнению с заданием, с темой уравнения первой части. Еще меньше процент – это задача, номер двадцать вторая, текстовая задача, где нужно составить математическую модель. И двадцать третье задание, самое такое, более проблематичное, вызывает у наших учащихся больше проблем, всего лишь пять процентов выполнения. А следовательно, вот эти результаты у нас с вами связаны с умениями у наших учащихся решать именно уравнение, видеть вид уравнения, определять вид уравнения, читать уравнение, а следовательно добывать информацию из той модели, которая у нас с вами представлена в уравнении. Проанализировав учебный методический комплект по алгебре для седьмых и девятых классов под руководством Макарычева, мы с вами можем конкретно выделить содержание по классам и ту деятельность, которая у учащихся должна быть сформирована на базе, на уровне седьмого, восьмого или девятого класса. В девятом классе проходят уравнения с одной переменной, дается понятие корня уравнения. Именно здесь мы с вами в седьмом классе говорим о равносильности уравнений. Надо отметить, что понятие равносильности уравнений не в каждом учебно-методическом комплекте вводится на уровне седьмого класса. И здесь мы уже начинаем формировать умения, составление математической модели при решении текстовых задач. Продолжаются содержательные линии, это линейное уравнение с двумя переменами и их системой, и соответственность решения систем линейных уравнений. Восьмой класс – это квадратные уравнения и его корни. Здесь решать квадратные уравнения традиционным способом, то есть используя дискриминант и используя формулы корней, квадратных формулы корней, и в то же время использовать теорему Виета и исследовать квадратные уравнения по дискриминанту и коэффициентам. Надо отметить, что эта тема достаточно тесно связана у нас с заданиями повышенного уровня сложности. Это задание с параметром, поэтому особое внимание на исследование квадратных уравнений по дискриминанту и коэффициентам. Следующий блок уравнений – это дробно-рациональные уравнения. Сформируется умение решения дробно-рациональных уравнений, при этом мы должны с вами сформировать умение сведения уравнений к линейным или квадратным уравнениям и с последующим исключением посторонних корней. И опять блок, связанный с уравнениями – это текстовые задачи с использованием квадратных и дробных уравнений. И в девятом классе у нас вводится уравнение и неравенство с одной переменной и уравнение и неравенство с двумя переменными и их системы. И посмотрите, пожалуйста, с одной стороны мы говорим про уравнение и неравенство с одной переменной, а с другой стороны вводится уравнение третьей и четвертой степени. И вводится такой способ решения этих уравнений, как разложение на множители и введение вспомогательных переменных, в частности, решать биквадратные уравнения. А с точки зрения уже с двумя переменными строить графики уравнений, что явно в виде связано с нашим 23-м заданием основного государственного экзамена. В следующем блоке я привела примеры условий заданий и хотела бы отметить такие методические особенности, которыми мы должны владеть с вами и на которые должны обращать внимание. Посмотрите, пожалуйста, уравнение и системы уравнений. И насколько хорошо подобрано задание именно даже в рамках одного номера. С одной стороны, дано уравнение, когда нет, у нас знаменатель не присутствует, да, у нас с вами в явном виде нельзя сказать, что это уравнение линейное или квадратное, или оно сведется к линейному или квадратному уравнению. Но наши учащиеся обычно, видя степень 2, сразу спешат говорить, что это уравнение квадратное. Например, типа уравнения от буквы В. Мы здесь можем предложить учащимся решить это уравнение уравнение различными способами. То есть, с одной стороны, мы можем перенести, как в пункте Г, перенести все слагаемые в одну часть уравнения. С другой стороны, мы можем уже дальше пойти, привести эти слагаемые к одному знаменателю. А следующий момент мы с вами должны, проанализировав, увидеть, что здесь в явном виде у нас есть пропорции. Вот такой нюанс надо отметить, что наши учащиеся не всегда видят пропорции и не всегда используют основное свойство пропорции при решении вот такого вида уравнений. В задании номер 935 аналогично. Мы видим, что у нас уравнения идут от более простого к более сложному, и точно так же представлены различные виды. Или сводятся к линейному уравнению, или к квадратному. И вот эти преобразования наши учащиеся должны уметь выполнять. Следующий блок заданий, который можно представить, это задания, связанные с квадратными уравнениями. Квадратные уравнения, соответственно, даны в явном виде. Обратите внимание на следующее 932 задание. Не просто решить уравнение, а определить, а может ли квадратный трехчлен быть равен вот такому-то конкретному заданному числу. 933 номер и 934 уже в явном виде связаны с уравнением, с параметром. Что у нас с вами, по сути дела, это наше 23 задание в основном государственном экзамене и 18 задание в едином государственном экзамене. Да, там уравнения будут более сложные, но вот закладываются умения у нас с вами на уровне 7-9 класса. И следующий блок, это 900 задание, я представила номер 940, когда у нас уравнение дробно-рациональное, и у нас, мы обратим с вами внимание, есть задание, когда у нас и в правой части уравнения есть 0, и стоит какое-то другое выражение. И, соответственно, нужно выполнять преобразование, и одним из способов решения уже этих уравнений, когда мы с вами все уравнение сводим к одной дроби. Это с одной стороны. И в то же время мы с вами отмечаем, что мы от этого уравнения можем перейти к системе уравнений, а с другой стороны от этого уравнения мы можем уйти к уравнению, как не содержащему дроби, не содержащие знаменатели, но в то же время мы с вами эти корни в конечном итоге должны будем проверить. То есть значение переменных, являются ли эти числа корнями данного уравнения. Следующий блок представлен, это уравнение и системы уравнений. То есть в явном виде у нас связано с заданием номер 21 основного государственного экзамена. И когда мы уже, читая эту систему уравнений, анализируя, выбираем способ решения этой системы, и, соответственно, можем выбрать тот или иной способ решения. Текстовые задачи в основном государственном экзамене достаточно разнообразны. Это задачи и на движение по суше, и задачи на движение по воде. Вот в данном случае представлены на движение по суше. Здесь представлены задачи на движение по воде. Задачи на работу. Особо хочется выделить задачу 966, задачи на проценты. Надо отметить, что и в блоке основного государственного экзамена, и в первой части, и во второй части, и в едином государственном экзамене встречаются задачи на проценты. И в то же время мы видим с вами, что эти задачи есть и на уровне 7 класса, 8, но в то же время у наших учащихся есть проблемы с решением задач на проценты. И вот последний блок выступления – это примеры решения заданий повышенной сложности, которые представлены в учебно-методическом комплекте, и которые соответствуют содержательной линии уравнения и заданиям основного государственного экзамена. Задание такое. Найдите корни многочлена. И просто я представляю мне два варианта решения этого задания. Если наши учащиеся не без какого-то анализа, то есть у них не сформировано умение анализировать то задание, которое у нас есть, то математическое выражение, которое представлено перед ними, то, скорее всего, наши учащиеся откажутся от решения такого вот задания. Если мы с вами посмотрим, то учащиеся должны ответить на вопрос, а что значит найти корни многочлена? Ну, скорее всего, мы бы пошли по пути, приравняли наш многочлен к нулю и стали бы решать уравнение. Тогда, соответственно, возникает вопрос, а как такое уравнение решать? И мы с вами должны отметить, что если у нас в правой части 0, то основным из способов решения уравнений – это попытаться представить левую часть в виде произведения. Ну и в данном случае мы выполняем группировку слагаемых, выносим потом общий множитель из каждой скобки и появляется общий множитель 2х плюс 1, который можно еще раз вынести за скобки. После того, как вынесли множитель 2х плюс 1 за скобки, в скобках появилось биквадратное уравнение х в четвертой степени – минус 5х в квадрате плюс 4. И уже решая биквадратное уравнение, введя новую переменную у, используя формулу дискриминанта и формулу корней квадратного уравнения, мы получаем корни у первое равно 1, и у второе равно 4. Тогда квадратный трехчлен можно будет разложить на множители у минус 1, умноженное на у минус 4. И, соответственно, возвращаемся мы к старой переменной. Получается х в квадрате минус 1 и х в квадрате минус 4. Таким образом, коллеги, вот это задание у нас было направлено на выявление многих таких знаний, многих умений и применение вот этих вот умений. Это и группировка, и вынесение общего множителя, и решение биквадратного и квадратного уравнения, и формула разложения квадратного трехчлена на множители. Ну и после того, как мы выполнили до конца разложение на множители, мы уже можем определиться с вами с корнями многочлена. Тогда корни многочлена – это минус 2, минус 1, минус 1 вторая, 1 и 2. Вот на этом задании можно показать другой подход к решению уравнений более высоких степеней. Если многочлен, представленный, имеет хотя бы один корень, то этот корень является делителем свободного числа. А так как у нас 4 свободный член, то делители числа 4 – это плюс-минус 1, плюс-минус 2 и плюс-минус 4. И таким образом мы с вами можем отобрать корни, числа, которые являются корнями вот этого многочлена. Ну, в данном случае я говорю, что пусть х равно единице, и тогда мы вот этот многочлен разделим на выражение х минус 1. И я на практике столкнулась с тем, что учащиеся уже более старших классов, 10-го, 11-го класса, не всегда учителя показывают, что можно многочлен вот точно так же в столбик, как числа, делить многочлен, делить на многочлен. И поэтому вот именно привожу вот этот вот способ решения. В конечном итоге у нас с вами получается, что наш многочлен уже можно представить в виде произведения, но во второй скобке у нас представлен многочлен тоже высокой степени. И, следовательно, опять мы рассуждая аналогично, как было представлено, можно дальше проводить действие и разложить его на множители. И таким образом, вот используя это задание в нашем учебно-методическом комплекте, можно, посмотрите, пожалуйста, и формировать умение решать квадратное уравнение, повторять и разложение на множители различными способами, и группировки, и вынесение общего множителя за скобки, и решение квадратного уравнения, и теория инвиету. То есть здесь настолько глубокое вот это вот заложено в это задание, и, пожалуйста, мы с вами выходим и за рамки нашего курса, когда мы можем, пожалуйста, показать другой способ решения данного задания. Следующее задание. При каком значении m корни уравнения x в квадрате минус 2m, умноженное на x плюс m в квадрате минус 1, равно 0, принадлежат интервалу от минуса 2 до 4? Если мы с вами проанализируем задания с параметром, эти задания относятся к более высокому уровню сложности, то мы с вами отметим как один из способов решения квадратных заданий с параметрами именно связь с квадратичной функцией расположения корней квадратного уравнения, расположения вершины параболы, и один из способов, когда мы действительно с вами решаем уравнение с параметром с точки зрения квадратичной функции. Ну и первый вариант решения, когда, по сути дела, мы начинаем решать квадратное уравнение, используя традиционный подход. Мы находим значения x первого и x второе. При этом у учащихся могут возникнуть проблемы с каким моментом? Что у нас и переменная x дается в квадрате, и переменная m дается в квадрате. Но в данном случае переменная m обозначена не переменная, а относится именно к параметрам. Переменная обозначена буквой x. И таким образом получилось, что у нас корни данного уравнения зависят от m. Первый корень получается m минус 1, и второй корень m плюс 1. Так как у нас есть условие, что корни принадлежат интервалу от минуса 2 до 4, то у нас можно составить систему двух неравенств. Вот так при решении уравнения мы переходим к неравенствам. И, соответственно, связь в явном виде можно показать. Это между уравнениями и неравенствами. Решая эти неравенства, в конечном итоге мы получим, m должно быть больше минус 1, но меньше 5, и m больше минус 3, но меньше 3. И таким образом мы отразим это в виде геометрической модели, и тогда скажем, что m принадлежит промежутку от минуса 1 до 3. Второй вариант решения – показать, что данное уравнение можно решать не используя дискриминант, не используя корни квадратного уравнения, а через теорему Виета. Но в конечном итоге результат будет тот же. Вот примеры 1 и 2. Второй, мне именно хотелось обратить ваше внимание, что предлагайте учащимся задание одно, но разные способы решения. Особенно, наверное, будет хорошо поговорить на первом примере, когда можно сказать, ребята, а какой же способ решения более рациональный, более простой, более удобный для вас? Да, мы даем аппарат математический нашим учащимся, но в то же время мы должны сформировать умение видения проблемы, формулирования проблемы и нахождения путей решения этой проблемы. А следовательно, с этой точки зрения мы с вами должны показать нашим учащимся разные способы решения заданий. Так, следующее задание. Вот опять приглашаю вас сравнить пример третий и следующий пример будет четвертый. Они как бы перекликаются друг с другом, но подход должен быть немножко разный. Посмотрите, пожалуйста. В процессе анализа мы с вами увидим, что у нас в правой части ноль, а в левой части у нас есть выражение. При этом выражение у нас представлено разностью. Вот оно. И у нас первое слагаемое у нас получается, это многочлен в четвертой степени. Так как у нас разность, следовательно, мы можем воспользоваться путем понижения степени. Таким образом, и опять наталкивать на мысль, что у нас в правой части ноль, следовательно, попытаться представить левую часть в виде произведения. Но, используя формулу сокращенного умножения, представляется в виде произведения. Вот оно, х в квадрате плюс х, и все это выражение в квадрате минус 1, умноженное на сумму степени с основанием х в квадрате плюс х в квадрате и плюс 1. Дальнейшее разложение на множители вот этого множителя опять возможно. И получается, что у нас квадратный трехчлен будет в скобках. А вот разложение второго множителя, у нас еще дополнительно следующий шаг разложить на множители, его нельзя. Предложите, пожалуйста, учащимся проанализировать все множители. Да, это квадратный трехчлен, квадратный трехчлен может быть равен нулю. Следовательно, наше вот это уравнение, соответственно, представленное произведением, оценив каждый множитель, в конечном итоге разобьется на три уравнения. Первое уравнение, да, может быть равно нулю и сведется к решению квадратного уравнения. Второй множитель тоже может быть равен нулю и сведется решение к квадратному уравнению. А что собой представляет третий множитель? Если мы проанализируем, то, вот здесь уже представлен результат, то решили первое уравнение, получили два значения для переменной х. Во втором уравнении дискриминант стал отрицательный, а так как отрицательный, то действительных корней нет. И третье уравнение, хотя мы и написали с вами, что да, произведение равно нулю, когда хотя бы один из множителей равен нулю, то у нас получается, что это уравнение, это выражение никогда не будет равно нулю. Оно больше нуля при любых значениях х. И вот таким образом у нас вот эти вот значения переменных у нас и будут являться корнями нашего исходного уравнения. И посмотрим следующее задание, которое я именно говорила, что мы с вами сравним. смотрите, пожалуйста, у нас в левой части и там, и там алгебраическая сумма. И каждая слагаемая – это степень с показателем равным 4. Здесь точно так же слагаемая и степень с показателем равным 4. Единицу мы можем представить тоже в виде степени с показателем равным 4. Но так как у нас здесь представлена сумма, то у нас мы не можем воспользоваться формулой сокращенного умножения и пойти по тому пути, который был представлен в предыдущем задании. Тогда обратим внимание с вами на основание степеней х плюс 3 и х плюс 5. То есть различаются у нас с вами основание степеней на 2 единицы. И таким образом можно ввести новую переменную. То есть обозначим х плюс 3 через t минус 1, а х плюс 5 через t плюс 1. И тогда получается, что в нашем случае уйдя, введя новую переменную, мы можем ввести и степень основания, уже пойти по пути понижения степени и ввести в эту степень. Тогда получается t минус 1 в квадрате и еще раз возведем в квадрат, и t плюс 1 в квадрате и еще раз возведем в квадрат. И равно 4. Когда мы возведем в квадрат и приведем подобные слагаемые, то в конечном итоге получаем b квадратное уравнение и решая b квадратное уравнение, найдем значение переменной t. Ну а решая уже b квадратное уравнение, мы с вами опять вводим, я ввела новую переменную k и таким образом нашла значение переменной k. Ну и в конечном итоге переходим с вами к нашим старым переменным, то есть возвращаемся к исходным переменным. От переменной k мы с вами перешли к переменной t, тогда t1 будет минус корень квадратный из выражения минус 3 плюс корень из 10 и t2 плюс корень квадратный из выражения минус 3 плюс корень из 10. Ну и ответ мы пока с вами писать не можем, потому что в исходном нашем уравнении была переменная x. И таким образом мы делаем еще один шаг и переходим к нашей исходной переменной. и получаем, что x равно t минус 4 и в конечном итоге находим значение переменной x. Вот такой блок уравнений представлены в наших учебниках и можно, обратите внимание, были подобраны уравнения именно с точки зрения основного государственного экзамена, второй части этого экзамена, когда мы можем формировать умения и анализы текста, и нахождение важной информации, и определение вида уравнения, и различные способы решения уравнений. И вот так на двух-трех примерах мы с вами можем показать, обсудить и формировать те умения, которые нужны нашим учащимся для выполнения заданий единого государственного экзамена и основного государственного экзамена. Обращу ваше внимание на текстовые задачи. Вот блок был представлен, текстовых задач и было сказано, что в основном государственном экзамене в основном задачи решаются с помощью составления математической модели, а математической моделью выступает уравнение или система уравнений, или система неравенств. Чаще всего выступает это уравнение. И особое внимание, хотелось бы обратить ваше внимание на решение текстовой задачи с экономическим содержанием. Да, это в явном виде задача единого государственного экзамена. Задачи с экономическим содержанием редко встречаются в основном государственном экзамене. Это все равно большинство задачи на движение, задачи на работу, задачи на проценты, например, сухофрукты, когда мы с вами сталкиваемся с сухофруктами. А вот в таком явном виде задачи с экономическим содержанием встречаются в основном государственном экзамене редко. Но у нас учебник представляет такую возможность с одной стороны познакомиться с блоком таких задач, сформировать понятия, основные понятия, которые связаны с этими задачами, и с другой стороны уже сделать ступеньку, вот этот небольшой шажок в направлении единого государственного экзамена. Я представила на слайде две задачи, и обращу ваше внимание, что наши учащиеся при решении этих задач должны увидеть. Посмотрите, клиент банка внес 8 тысяч, ну, какую-то сумму, есть годовой доход, то есть это проценты. И вопрос и в том, и в другом случае, какая сумма окажется у него на счету через два года. Но с одной стороны, в первой задаче под буквой А у нас с вами клиент не производит никаких действий со своим вкладом, а во втором случае он производит действий, то есть добавляет деньги на счет вклада. Как в качестве рекомендации и на уровне основного государственного экзамена, и на уровне единого государственного экзамена к задачам с экономическим содержанием можно подойти аналогично задачам на движение, как задачам на работу. Точно так же составлять математическую модель, которая будет представлять собой уравнение. Первый этап решения задачи это анализ текста задачи. Я представила анализ в форме таблицы, то есть есть первоначальный вклад, есть срок вклада, есть процентная ставка R, это 5%, и есть два коэффициента альфа и бета. Вот в экономической литературе эти два коэффициента обозначают буквами альфа и бета, в другой какой-то методической литературе вы можете встретить другие буквы, но важно показать, что означают эти коэффициенты. То есть коэффициент альфа, мы переводим нашу процентную ставку в десятичную дробь, так, вот здесь напечатка 10, то есть здесь должно быть 5, 5 делить на 100, и тогда будет 0,05. И вот этот коэффициент нам покажет, сколько денег у нас прибавилось на счет. И коэффициент бета, когда мы с вами, он будет равен единице плюс R, деленное на 100, и этот коэффициент позволяет нам вычислить сумму, которая у нас будет на счете после начисления процентов. Ну и в данном случае найти конечную сумму. Вот то, что я говорила, подойдите, пожалуйста, к оформлению составления математической модели аналогично задачам на движение, задачам на работу, то есть используя таблицу. Она более информативная для наших учащихся, более понятная, то есть они начинают понимать те действия, которые мы производим. Сумму в данном случае у нас положили на 2 года. Сумма до начисления процентов – это будет 8000 рублей. Следующий столбик – это сумма вклада после начисления процентов. И вот я сказала, что коэффициент бета позволяет нам вычислить сумму вклада, которая будет после начисления процентов. И мы с вами заполняем эту таблицу, идя по строчкам. Никаких действий в данном случае с вкладом мы не производим. И, следовательно, эта сумма у нас перейдет на начало 2 года. В конце 2 года мы с вами начисляем проценты и опять никаких действий с вкладом не производим. Сумма вклада после начисления процентов у нас будет равна конечной нашей сумме. И, соответственно, в данном случае будет равна 8820 рублей после преобразования. Да, в явном виде эта задача не была направлена на составление математической модели, а как бы мы фиксировали наши действия и получили в конечном итоге какое-то выражение. И именно эту конкретную задачу можно было и решить по действиям. С другой стороны, я теперь изменила условия задачи. Посмотрите, пожалуйста, что S – это сумма, которую положили на вклад, а в конце каждого года добавляли 2000 рублей. То есть уже начинают производить действие с вкладом. И тогда аналогично предыдущей задаче мы с вами начинаем заполнять нашу таблицу и результатом заполнения этой таблицы, результатом наших действий будет математическая модель и в данном случае будет уравнение. Соответственно, сумма вклада до начисления S процентов. Мы в конце первого года начисляем проценты на эту сумму. Действия с вкладом осуществляются. Мы с вами кладем на вклад 2000 рублей и сформировать умение у учащихся, что с одной стороны нашу сумму мы можем положить, если говорится, что на начало года сумма увеличивается, но конец первого года – это начало второго года, а следовательно, эта сумма у нас с вами перейдет и на начало второго года. Мы с вами в конце второго года опять начисляем проценты и добавляем нашу сумму. А следовательно, вот это выражение – это будет количество денег в начале третьего года или в конце второго года. А так как у нас с вами известна сумма, которая будет в конце второго года, следовательно, мы с вами это выражение можем приравнять к этому числу. И таким образом в итоге у нас с вами получилась математическая модель уравнения. И решая это уравнение, выполняя действие, мы с вами получим в ответе, что первоначальная сумма нашего вклада была 8000 рублей. Вот таким образом мы с вами посмотрели, что уравнение, содержательная линия уравнения, именно виды уравнений у нас тесно связаны не только в явном виде именно с уравнениями, которые представлены в основном государственном экзамене, но и связаны с теми задачами, с 22-м конкретно заданием, которые встречаются в основном государственном экзамене. И вот, пожалуйста, в рамках решения уравнений, в рамках составления математической модели, а затем понимание, какую же модель мы с вами получили, как эту модель решать, и будет зависеть успех не только основного государственного экзамена, но и единого государственного экзамена. Если мы с вами продолжим изменение нашего условия и, соответственно, скажем, что, ну вот, раскроем скобки здесь, у нас тогда появляется степень 1,05, в данном случае в квадрате. Если мы с вами поставим, да, переформулируем вопрос, изменим наши условия и задачи, и скажем, а сколько же лет у нас с вами был вклад в данном случае, чтобы было конкретно положили конкретную сумму и получили в конце второго года конкретную, тоже опять конкретную сумму, тогда у нас с вами появится уже уравнение какой-то степени. Это будет или квадратное уравнение, или биквадратное уравнение, и тогда у нас в явном виде понадобится умение решения уравнений. Ну и вот все задания, которые были представлены в рамках нашего вебинара, были взяты из учебников, которые представлены на слайде. Это учебники алгебры 7, 8 и 9 класс под руководством Макарычева. То есть, что я хочу как бы подвести итог, что достаточно большое количество заданий, связанные с содержательной линией уравнения, у нас встречаются в основном в государственном экзамене. Достаточно большое количество уравнений и заданий, связанных с уравнением, встречаются в учебно-методическом комплекте. И нужно найти связь между этими заданиями и с теми умениями, которые мы формируем, и которые учащиеся должны продемонстрировать в рамках основного государственного экзамена. Вот так, коротко мы с вами открыли цикл наших вебинаров. И, пожалуйста, задавайте вопросы, и мы с вами уже скажем, на что нам нужно обратить в рамках следующих вебинаров внимание, что бы вы хотели увидеть, что бы вы хотели услышать, уже более, может быть, конкретные какие-то вопросы. Вопросы? Вопросов нет. Большое спасибо за внимание. До новых встреч. Мы с вами встречаемся 18 февраля и продолжим тему решения уравнений в курсе алгебры. Будет представлен другой учебно-методический комплект, и мы уже посмотрим на других заданиях, а какие мы с вами умения сможем формировать, и, соответственно, как нам улучшить результаты наших выпускников. Большое спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok